Всем привет, с вами Игорь и сегодня у нас первый запуск теплового насоса, сезон самодельного теплового насоса, сезон 21-22. Но я правда уже его запускал, один раз тут проверил, все, давление не упало, никаких утечек нет за все лето. Это уже третий сезон, начну его эксплуатировать, самодельный свой тепловой насос. Кстати, кто первый раз только зашел на канал мой, смотрите, там у меня есть серия видео, как его сделать, я там полностью подробно рассказываю, очень подробно. И на всю мою альтернативу я сделаю ссылочки в описании и в конце видео. Кстати, вот у меня, вот сколько я смотрел тепловых насосов самодельных на ютубе, то у меня это самый простой вариант. Вот даже без лишней скромности я это могу сказать, даже там есть один такой тоже самодельщик, пропа Карло, вот, тоже делает тепловые насосы. То он даже сказал, что да, уже проще не бывает. И я считаю, что вот эта вот простота, даже можно сказать примитивность, это не недостаток, а наоборот достоинство этого данного моего вот этого теплового насоса в моем варианте, так сказать. Ну, что это наоборот должно только вдохновлять людей, которые в этом слабо разбираются, которые не холодильщики, не кондиционерщики. Вот такая вот простота конструкции, предельная простота. То есть в моем тепловом насосе, вот в этой версии, что у меня, вообще ничего лишнего нет. Может быть, даже что-то и не хватает. Но если там оно что-то и не хватает, то это без ущерба для эффективности моей установки самодельной. Ну, что, как я уже говорил и буду говорить, тепловой насос или холодильный агрегат, это всего-навсего 4 элемента. Это компрессор, это испаритель, конденсатор и ТРВ. О, ну это, короче, знаете, что это такое уже ТРВ, кто не знает, смотрите, там у меня серия видео есть. И это уже готовый рабочеспособный тепловой насос. О, ну у меня еще, правда, стоит фильтр-осушитель. Это тоже такая, ну, не то что необходимая, но нужная деталь. И смотровое стекло тоже пускай будет. Все, больше тут ничего нет. То есть, вам надо купить всего-навсего компрессор кондиционерный. Ну, какой уже захотите. Хотите кондиционерный, он просто дешевле, проще так. Хотите спиральный, этот специальный для тепловых насосов. Ну, там сразу рассчитываете на цену в 3 раза, а то и больше, даже больше, чем в 3 раза. О, компрессор, два матка меди разных диаметров и ТРВ. Все, это уже есть тепловой насос. О, ну, плюс еще, конечно, полиэтиленовая труба для испарителя. У меня конденсатор стоит прямо в теплоаккумуляторе, кто не знает. То есть, можно сказать, в системе отопления, можно сказать. О, поэтому, когда я его включаю, он у меня не работает там 5-10 минут. Он у меня работает, ну, часа 3-4, вот, пока надавит эту температуру. Но если регулярно включать, то меньше, это где-то 2 часа. О, то есть, ему нагреть надо, даже если вот с нуля его включить. То есть, там, ну, например, вот, как сейчас у меня в доме 20, ну, теплоаккумулятор, вот, нижний градусник, показывает 23 градуса. О, то ему, чтобы надавить до 35 градусов, это надо, ну, там, часа 4, часа 4, не меньше. То есть, он нагревает одновременно теплоаккумулятор на 400 литров сразу за этой стеной, сразу. То есть, конденсатор, вот, видите, трубка пошла в теплоаккумулятор, снизу вышла, снизу вышла. О, плюс систему отопления, все эти мою кучу радиаторов, плюс бойлер, если он у меня, конечно, краник там открытый. Ну, вообще-то, я его солнечными панелями грею, ну, если он остыл очень сильно, или я набрал там холодной воды, то, чтобы быстрее я могу краник открыть, догнать хотя бы до 30-35 градусов теплоим насосом, а потом уже панелями, так еще дешевле выходит. Вот, вот такой вот у меня самодельный тепловой насосик. Поэтому я же говорю, простота конструкции этого теплового насоса, это, ну, наверное, проще уже не бывает. Как говорили самодельщики другие, проще уже не бывает. Кстати, анонс, хочу с такой, пока еще никто не выключился, анонс видео, хочу сделать по тепловому насосу вопросы-ответы. Вопросы-ответы. То есть, там у меня уже насобиралось несколько вопросиков, таких, которых у меня еще нет видео по этим вопросам. Вот. И вы тоже, кстати, пишите под этим видео и там дальше. Пишите свои вопросы, я их самые такие нужные, ну, как нужные, на те, что у меня нет ответов в моих уже готовых видео. То есть, сначала посмотрите плейлист, хотя бы пройдитесь там по названию видео. Там должны быть уже ответы на почти все вопросы. Но есть такие вопросы, люди задают, на которые у меня еще ответы нет в видео. Поэтому я хочу сделать такое вот видео. Вопросы-ответы. Задавайте вопросы, что вас интересует по тепловому насосу. Если этого видео еще нет, такого у меня на канале в плейлисте, то я с удовольствием вам отвечу. О, и еще там анонс еще одного видео хочу сделать в ближайшее время. Там вот под последним видео моим разгорелся такой спор, ожесточенный такой спор, можно даже сказать, выгодно ли вся эта альтернатива. Поэтому я тоже сделаю обзорчик по своей альтернативе, по каждой альтернативе в отдельности. У меня этой альтернативы достаточно много. Что мне выгодно, что мне не выгодно. Все посчитаем, подобьем, все как положено. Чтобы, ну что действительно этот вопрос актуальный. Вот, про выгодность альтернативы той или иной. Ну, короче, это в следующем вот этом вот, когда оно будет там. Следующее, я не знаю, когда оно будет. Но в ближайшее время я точно его сделаю. Это про выгоду альтернативы. Вот, ну что меня и само это зацепило так. Типа невыгодно, невыгодно. Ну, короче, разделилось сильно мнение. Итак, запускаю мой тепловой насос сезон 21-22. Сейчас я покажу, как я это делаю даже. Так. Итак, вот мой тепловой насосик. Вот, видите, ну вот здесь вот термометров. Я вообще-то лишних понаставлял тут немного. Это чересчур. Вот этот показывает температуру компрессора. Вот сейчас, видите, компрессор у меня с подогревом. Кстати, это очень важно, чтобы компрессор был с подогревом. Вот. И подогрев у меня работает всегда, когда не работает компрессор. То есть компрессор включается, подогрев выключается. Это просто шнурок вот такой вот, видите, намотанный, да. У меня была раньше лампочка, но лампочки постоянно горели. А теперь я вот такой вот шнурок нашел там на одном из сайтов. И намотал его. 30 ватт он всего тянет. Ерунда. Вот у меня насосик мой, который перекачивает скважины в скважину. Тоже об этом насосике маленьком малыше. 110 ватт он, кстати, всего тянет. Вот. И перекачивает воду через испаритель. Есть у меня отдельное видео об этом насосе. Вот. Вот этот термометр мне лишний. Вот этот вот нужный. Это температура в теплоаккумуляторе сейчас у меня. Ну и в доме, наверное, тоже. Такая же самая будет, что в теплоаккумуляторе, что в доме. Вот эти термометры тоже нужны. Это скважина вверх, скважина вниз. Ну, сейчас 12,1, но мы сейчас включим насос, она температура упадет. Вот. Теперь, как я включаю свой тепловой насос и заодно вам немного по этой автоматике расскажу, какая у меня, ну, предельно, предельно простая. Там мне советовали ардуинки, но я еще пока что в этих ардуинках не разбираюсь и делаю так. Итак, у меня два автомата, видите? Вот эти две клавиши отвечают за насос и вот этот контактор. Вот эти две клавиши отвечают за компрессор. Вот эти вот. И контактор тоже за компрессор. То есть, эта сторона для компрессора, эта для насоса. Почему я его разделил? Потому что я пользуюсь насосом, ну, вот у меня есть вот такой вот шланг, трубочка. Я могу вот этот краник открыть, вот этот вот перекрыть, что идет в скважину и набирать отсюда во воду. Летом я просто набираю воду, там, ну, нужды свои хозяйственные. Вода такая отвратительная у меня, конечно, рыжая, ну, для хозяйственных нуж годится. Поэтому я разделил систему на насос и компрессор. О, еще потому что сначала у меня включается насос. Я сначала включаю насос. Температура здесь вот стабилизируется, испарение, потому что это сейчас 12,6. А зимой в веранде очень холодно. Может быть даже ниже 10 и все такое. И мне кажется, что лучше, чтобы сначала вот все это стабилизировалось по воде, в водяной системе. А потом уже включился компрессор. Вот. Вот и все, вся моя автоматика. Вот эти все контакторы, катушечки. Они как бы включены вместе, но через вот это вот реле. Это терморегулятор китайский, самый дешевый, там он 50 или 60 гривен этот терморегулятор. И он показывает температуру компрессора. Плюс я температуру выключения теплового насоса настроил по температуре компрессора. То есть я как бы одним обошелся терморегулятором. Как бы одним терморегулятором я убиваю двух зайцев. Я посмотрел, какая температура компрессора соответствует температуре в теплоаккумуляторе. А эти две температуры, они непосредственно связаны. Они, ну, зависимы одна от другой. То есть, если здесь, например, 80, значит здесь 35. И эта зависимость очень точная. Я это заметил. Поэтому я здесь просто себе выставил, например, 80 градусов. И все. Оно выключается. Это термореле. Я ее датчик к голове компрессора приклеил. Там, видите, да? Таким вот скотчем алюминиевым. Вот. И все. И у меня уже тут я поддерживаю выключение. То есть у меня уже автоматическое как бы. Вот. То есть вот это вот реле, оно вырубает вот эти катушки, разрывает на контакторах. И контакторы расстреливают. То и все выключается. Плюс эти катушки тоже выключатся, если пропадет свет. То есть это тоже защита такая необходимая. Ну, тут защищать. Единственное в этом тепловом насосе это нужно компрессор. Все. Больше тут ничего защищать не надо. Потому что у меня вот здесь вот испаритель. Это полиэтиленовая труба. Даже если у меня этот насос выключится и перестанет качать, то с этой трубой ничего не случится, если замерзнет весь этот испаритель. Ничего абсолютно не случится. Компрессор начнет тогда перегреваться и выключится по перегреву. То есть практически все поломки и даже утечка фреона и т.д. и т.п. Ну, практически все ведет именно к перегреву компрессора. Но надеяться на... Вот здесь вот есть в голове компрессора. Где-то вот здесь вот. Там есть внутри термовыключатель. Но на него надеяться лучше не надо. Потому что он там рассчитанный за 100 градусов. По-моему на 120 даже в компрессорах на фреон R22. По-моему даже так. И если он у вас дойдет аж до 120 градусов, а потом выключится, это будет не очень хорошо. И для масла, и для лака провода обмоточного внутри, там электромотор. Поэтому лучше вот здесь вот выставить температуру, посмотреть, какая вам надо будет в теплоаккумуляторе. И тут, я же говорю, зависимость есть определенная. Между этой температурой конденсации и температурой компрессора. Я так себе и сделал. Обошелся, можно сказать, одним дешевым китайским терморегулятором. Итак, включаем, короче, тепловой насос. Итак, сначала я включаю вот эти два. Нажимаю эту кнопку. О! Оно, ну, когда я нажимаю, оно сразу туда раз, только магнит сработал. Он через катушку запитан, и все, насос уже слышно, да? Насос работает, и у нас температура из скважины сейчас будет падать. Она сейчас достигнет у меня 11,5 градусов. 11,5 градусов. Ну, это у меня такая температура из скважины. 11, ну, сейчас 11,5, а зимой примерно где-то 11,1, 11,2. Ну, 11 градусов, можно так сказать. Даже и не хочет падать. Что, 12 уже? Нет, потихоньку падает. Потихоньку падает. Ну, где-то 11,5, 11,6. Ну, что сейчас еще не холодно, в веранде тоже достаточно тепло. Она будет сейчас довольно медленно падать. Ну, ладно, мы ждать не будем. Теперь включаем компрессор. Компрессор у меня включается просто этими двумя клавишами. Так как эти две катушки электромагнита, они вместе запитаны, то когда я включаю эти две клавиши, сразу автоматически включается компрессор. Вот, демонстрирую. Видите, он сразу втянулось. Я только эти две туда, и они сразу втянулось. Это электромагнит. Так, компрессор запустился. Я не слышу, думаю, урчание его слышно, да? Вот так вот он урчит. Ну, не сильно он даже и урчит. Уже тепленький, начинает греть. Вот. Так что, даже мне что-то кажется, что насос, насос даже, по-моему, сильнее шумит, чем сам компрессор. Мне что-то так кажется. Ну, а еще, что я хочу еще сказать, что через вот эти вот трубки медные, я их утеплил, это идут с ци-компрессора в теплоаккумулятор, а снизу он, она там выходит, выходит из стены с теплоаккумулятора. То вот через эти трубки, правда, передается звук на бак теплоаккумулятор. И в той комнате, что стоит теплоаккумулятор, его тоже слышно. То есть, бак металлический, и я так понял, что через эти трубки звук передается, как бы, такое, как бы, низкочастотное гудение, что ли. Ну, не знаю, как объяснить. Но я так думаю, что через эти трубки передается. Вот. Ну, все. Тепловой насосик работает. Вот мы видим, ну, температура компрессора растет. Она растет очень медленно. И, опять же, я же говорю, зависит от температуры в теплоаккумуляторе. То есть, она будет полностью вот так вот. Когда здесь будет 35, то здесь будет где-то 80. Температура из скважины 11,6, а назад уже, видите, падает 8,8. Ну, она здесь будет 3 градуса разница. То есть, где-то 11,6, 8,6. Примерно так вот в рабочем режиме. Он еще пока что не вошел в рабочий режим. Мой тепловой насос, да. Ну, вот так вот оно все работает. Давление. Вот сейчас давление конденсации. Не знаю, видно, не видно. По-моему, видно. Давление испарителей почти 4,5. Должно быть 4. Оно тут немного туда-сюда. Это ТРВ, кстати, видите, работает стрелочка. Немножко то туда, то сюда. Оно ТРВ, ну, пока он ищет, ищет, находит свою точку. Вроде уже нашел. Около 4,5. До 5 бар оно не доходит здесь. Ну, 4,5 оно должно быть в испарителе бар. Вот уже мы видим температура. Вышла почти на режим. 8,6, 11,6. То есть, 3 градуса я уже отбираю с водички. Ну, вот так вот оно работает. Мне кажется, что не так оно сильно и шумит. Ну, сами слышите, да. Сейчас я помолчу. Не знаю. Даже мне кажется, что насос больше шумит, чем сам компрессор. Вот. Хотя шум есть. Шум есть немножко, его слышно. Вот. И в доме тоже он будет слышно. Поэтому, если будете где-то собирать, делать, то только где-то какие-то кладовки, веранды, гаражи, ну, не жилые помещения, чтобы, ну, даже можете подойти к кондиционеру, если там у вас есть или нет, даже где-то найти кондиционер, подойти к наружному блоку кондиционера поближе и послушать, как он шумит. Вот так вот шумит этот компрессор. Вот. Ну, всё. Тепловой насосик работает. Пускай себе греет. Вот. На этом видео я закончу. Спрашивайте, пишите в комментариях под этим видео свои вопросы. Если нет на эти вопросы ответов в видео моих, то я их соберу все в отдельные видео и сделаю в ближайшее время видео вопросы, ответы по тепловому насосу. Ну, всё. Наверное, всем пока. До следующих видео.